Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Сегодня вы смотрите внеочередной выпуск кулинарной пропаганды. А может быть очередной, не знаю. Я хочу попробовать сделать этот выпуск без сценария. Посмотрим, что получится. Сегодня воскресенье, и я неожиданно обнаружил, что у нас нет хлеба. Магазины все закрыты. Пришлось вставить тесто. Про состав теста я вам попозже скажу. Сейчас оно встает у нас в духовке с воглюченной лампочкой и подходит уже, наверное, 2,5 часа. Сейчас буду лепить из него булочки и растопил, кстати, печку. Печку тоже покажу. Поехали! Выпекать я буду эти булки в дровяной печи, просто потому что стоял на килограмм муки. И если выпекать в духовке, то за то время, когда первая партия выпекается, вторая подходит, третья к этому времени уже перестает. Если готовить на меньшее количество, на 500 граммов муки, это получится где-то 12 булок, то можно, конечно, печь их в духовке. Получаются очень вкусные, очень нежные булки. На моей странице в блогере можем посмотреть, как они выглядят. Подпыляю стол мукой. Достаю тесто. Оно очень воздушное, нежное, мягкое. Такую консистенцию теста я называю мягкое, как брюхо спящего кота. Тесто я слегка обминаю, чтобы удалить из него углекислый газ, который выделяют дрожжи во время своей жизнедеятельности. Оно очень мягкое, очень нежное, очень классное. Вообще, я считаю, не надо абсолютно пугаться работой с тестом. Если кто-то не пробовал выпекать хлеб, обязательно попробуйте. Такого в магазине не купишь. Так, опять мука. Сейчас мне нужно разделить эти кусочки по где-то 100-110 граммов. Специально для этого держу здесь весы. 110. Глаз алмаз. Базовый рецепт теста, из которого я готовлю хлеб. На 500 граммов муки, 350 граммов воды, 10 граммов соли и 10 граммов свежих дрожжей. Это тесто сделано по другому рецепту. Во-первых, здесь на это же количество муки добавлено 15 граммов сахара. Во-вторых, вместо 350 граммов воды, 100 граммов нежирного йогурта, можно использовать сметану в него, 100 граммов обезжиренного молока и 150 граммов воды. И еще важный момент. Разная мука обладает разной способностью к водопоглощению. Поэтому не добавляйте сразу всю жидкость. Начните соотношение на 500 граммов муки, 300 граммов жидкости. Смешивайте все ингредиенты. Вымешивайте до однородности, но не до гладкости. И оставляйте в тепле на полчаса на 40 минут. Что такое в тепле? Это температура 26-28 градусов. Понятно, что найти такую в доме где-то сложно. Как поступаю я? Я убираю чашку с тестом в духовку. Она у меня электрическая. И включаю там лампочку. Тепла лампочки вполне достаточно для того, чтобы тесто отлично подходило. Если в вашей духовке лампочка перегорела, или вообще она была изобретена в те времена, когда электричество еще не было открыто, вы можете в духовку рядом с тестом поставить кастрюльку с кипятком. Кипяток будет остывать. Тепла этой воды будет вполне достаточно для того, чтобы создать правильную и хорошую атмосферу для вашего теста в вашей духовке. Так, все тесто я разделил на части. Бесы убираю. Теперь нужно сформировать булочки. Обтягиваю тесто. Скатываю в комочек. Для чего я это делаю? Если вы посмотрите вот этот ролик, здесь я рассказываю про глютен. Глютен – это клетковина теста. Для того, чтобы тесто хорошенько поднималось, не разрывалось, чтобы было эластичным, упругим, нужно этот самый глютеновый каркас вот таким макаром обтянуть. 17 булочек. Как обещал, накрываю. Под этой коробкой булки не пересохнут, влага будет оставаться внутри. Ну что, пойдем посмотрим, что у нас творится в печи. Сегодня ветер, холодно. Ну, вы слышите, наверное, в микрофоне как-то гудит и задувает. Вот печка. Она у меня топится уже часа два, наверное. Сейчас в печке 270 градусов. К тому времени, как подойдет тесто, температура уже упадет до нужной нам 200-220 градусов. Уголечки нужно сгрести в сторону. Для этого есть вот такая вот замечательная у меня щетка металлическая. А перед самой выпечкой я обмотаю мокрой тряпкой эту щетку и протру под печи. Он уже раскаленный. Поэтому и булки будут и снизу пропекаться, и сверху. Вкус будет потрясающий. Печку показал. Пойдем домой. Уже прошел примерно час. Пора сажать булки в печь. Поэтому приступим. Поехали. И за следующей партией. И последняя партиейка. Посадил их в печь. Сейчас прикроем ее. И минут через 20 можно будет доставать. Как же холодно, а? 15 минут прошло, булки готовы. Достаем. Красивые. Ай, горячо. Смотрите, а? Запах. Пойдем в дом. Здесь холодно. Вот такие замечательные булки. Ой, какой мякиш. Фантастика. А запах. Обязательно готовьте этот хлеб. Он просто потрясающий. Готовится элементарно. Дровяная печь не нужна. Они такие же отличные получаются в обычной духовке. Пробуйте. Они вам точно понравятся. Вот и все на сегодня. Если вам понравился сегодняшний формат передачи, внизу ответьте, пожалуйста, под видео, чтобы я знал, как лучше снимать. С сценарием или без сценария. Подписывайтесь. Заглядывайте на другие страницы мои. В Инстаграме, в Блогере, в ЖЖ. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»